МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светская школа в Медресе о том, как Муфтеат Республики оказал помощь в обучении более 200 детей с селениями Атли, расскажут наши корреспонденты. Посвящение в студенты как обязательный ритуал первокурсников. Более 400 студентов ДГИ стали полноправными представителями вуза. Лишь бы не сглазили, Махачкалинский Анжи выигрывает два матча к ряду. Подробности сегодня в выпуске. В Баку стартовал 9-й российско-азербайджанский межрегиональный форум. Для участия в его работе в столице Азербайджана накануне прибыл президент России Владимир Путин и чиновники Минэкономразвития страны. Дагестанскую делегацию на мероприятии представляет глава Республики Владимир Васильев, депутаты Народного собрания, профильные министры и представители бизнеса. В центре Гейдара Алиева прошел круглый стол укрепления сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок. Были обсуждены механизмы сотрудничества, перспективы развития по международному транспортному коридору в север-юг, пути улучшения доставки грузов между двумя странами и вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках форума также прошли круглые столы, где обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области промышленности, туризма и в аграрной сфере. Срок ареста бывшим членам правительства Дагестана продлен до конца года. Экс-чиновники Абдусамат Гамидов, Шамилисаев и Раюдин Юсуфов, пока ведется следствие, проведут под стражей еще три месяца, до 31 декабря. Это отмечено в постановлении судей Басманова районного суда города Москвы. Отметим, что бывшие члены правительства подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ. По данным следствия, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 миллионов рублей. Также напомним, что накануне в рамках антикоррупционной кампании задержали и Раджаба Абдулатипова. Депутаты Народного собрания подозревают в участии в преступном сообществе. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. И к другим темам. Сейсмическую безопасность в Республике Дагестан обсудили в рамках семинара на базе учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Так исторически сложилось, что молодость Кавказских гор и их тектоническая активность ставят особые задачи в вопросах обеспечения сейсмической безопасности. Присутствующих ознакомили с порядком действий при землетрясениях. Отметим, что Дагестан является наиболее сейсмически активным регионом европейской части России. Муфтиат Дагестана выделил здание учащимся школы села Мятлики Зелюртовского района. Напомним, школа, где обучалось около 200 детей, полностью сгорела. Инцидент произошел в прошлую пятницу, поздним вечером. К счастью, никто не пострадал, но детям просто негде стало учиться. И решение муфтиата оказалось весьма кстати. Абдул Алиев, продолжение темы. Праздник для двоечников и горе для отличников. Дети с селами Мятлики Зелюртовского района в буквальном смысле остались без своего источника просвещения. Их школа полностью сгорела. Поначалу детей хотели перевезти в школу соседнего села Зубутли, но в итоге было принято другое решение. Еще совсем недавно на этом месте бегали дети, проводились занятия. Как видите, сегодня здесь остались одни руины. И казалось бы, в этом селе образовательный процесс должен приостановиться. Люди задавались одним вопросом, как же дальше быть с учебой. И можно сказать, им улыбнулась удача. Выход из сложной ситуации был найден. Муфти от Дагестана выделил здание Медресе для проведения в нем учебных занятий, пока здание новой школы не будет отстроено. Реакция жителей Мятли на предложение духовенства была у всех одинаково положительная, так как ежедневная перевозка около 200 учеников в соседнее село доставила бы немало трудностей. Процесс, чтобы так организовать, нужно было 160 учеников перевезти на расстояние 5 километров. Это минимум 5-6 автобусов. Туда-обратно, это уже хотя бы по два рейса, это было очень сложно. Наш имам Мухаммад обратился в Муфтият, что у нас вот такая проблема. Они сразу одобрили. Он объяснил, что у нас в Мадресе имеется 5-6 классов, которые можно предоставить для таких нужд. Мы от Муфтията передали здание Мадресе под школу, чтобы дойти и ходили туда. А так проблема была очень большая, дети должны были в другую селью ходить. Это для нас, например, в предгорном районе проблема, особенно зимой. Сейчас уроки Мадресея теперь уже в школе идут полным ходом. Занятия разделены на две смены и нехватки мест для учеников не наблюдается. Единственное, нет пока кабинетов директора и учительской, но и этот вопрос в скором времени разрешится. Конечно, осваиваем так потихонечку, в тесноте, конечно, но не в обиде. А так, конечно, нам помогают все вокруг, кто может, начиная с главы района, главы села, депутаты. Ну вот сейчас хотят нам построить новую учительскую, а мы пока остались без учительской. Мы как сами выйти все на улице находимся. А так, ну, думаю, иначе, что все будет хорошо. Большое спасибо Муртиату, потому что оттуда люди тоже приезжали очень грамотно, с нами разговаривали. Ну, большое спасибо, потому что нам трудно было туда ехать, потому что местность такая, вот подняться надо было, спускаться, и тем более мост, вода, речка, это очень трудные условия были. Ну и, конечно, возникает вопрос, если медресе стало на время обычной школой, где будут проводиться религиозные занятия. Для мальчиков они будут проходить мечети села, ну а для занятий девочек неравнодушная жительница села выделила свою жилплощадь. Новую же школу власти обещают построить к следующему учебному году. Ну а пока вместе предназначенным для религиозных уроков будут проводиться и уроки светские. В любом случае можно сказать, что несмотря на все трудности, учебный процесс с селем Меатли не прекратился. Абдулла Алифгаджима Гамидов, телеканал ННТ, Меатли, Кизельюртовский район. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Зумруд Гамидовой. 4 миллиарда рублей направят на открытие судоремонтного завода в Дагестане. Его строительство планируется в Каспийске. Здесь же будет располагаться и Каспийская флотилия после перевода из Астрахани. Он будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры. Возведение планируется завершить в 2020 году. Это позволит перебазировать почти 60% боевого состава военных судов флотилии. В Дагестане появятся бережливые поликлиники. Их суть предполагает электронную регистратуру. Новейшие технологии позволят сократить бумажную работу и увеличить общение с пациентами. Новая система должна в разы сократить очереди и дать возможность обслуживать гораздо больше людей при том же количестве ресурсов. Все это позволит сберечь время как медицинского персонала, так и посетителей. Как сообщает Минздрав России, за два года в стране должно появиться 200 бережливых поликлиник. Альпинисты Дагестана и Чечни посвятят 200-летию Грозного совместное восхождение. Группа планирует подняться на гору Диклос-Мта. Это вторая по высоте вершина Дагестана. Она расположена в Сумадинском районе на административной границе двух республик, а также примыкает к государственной границе России с Грузией. Своё восхождение спортсмены братских республик решили приурочить к 200-летию Грозного, который будет отмечаться в начале октября. Гара Диклос-Мта считается малопосещаемым туристами и альпинистами местом. В то же время Федерация альпинизма Дагестана намерена подобными восхождениями привлечь внимание общественности к этому району. В Дагестане приготовят самый большой торт в России. Изделие претендует на попадание в Книгу рекордов России. Ожидается торт длиной в 10 метров, шириной в 1 метр и весом 600 килограмм. Кондитерское изделие заказала компания Киргу на праздничное мероприятие в честь 23-летия торгового дома. На торте будут визуализированы все филиалы, ну а все любители сладкого смогут отведать лакомство. Посвящение в студенты – традиционный ритуал в высших учебных заведениях. Сегодня полноправными студентами стало свыше 400 первокурсников Дагестанского гуманитарного института. Мероприятие запомнилось не только важным событием, но и неожиданными сюрпризами от организаторов. Обо всем подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Передача символического студенческого билета. Теперь первокурсники – полноправные члены большой семьи. Они учатся уже месяц, успели приобщиться к жизни вуза. Некоторые даже стали активистами. Как минимум троим из них сегодняшний день запомнится подольше. Подведены итоги конкурса «Крылья мечты». Лучшие получили сертификаты на год бесплатного обучения. В этот день первокурсников ждал еще один приятный бонус. Путевку в святые места Саудии получила победительница конкурса от проекта «Умрахадж». Габеева Аида Кирамуддиновна, поздравляем! Викторина и показ роликов чередовались с выступлениями почетных гостей, богословов и выпускников вуза. Мероприятия в ДГИ постарались сделать ярким и незабываемым. В этом году наш институт пополнился многочисленными студентами, интересными, мобильными, активными. Помимо того, что мы участвуем первокурсников, это праздник всего института. Мы сегодня презентуем две научно-исследовательские лаборатории. Это лаборатория цифровых технологий и лаборатория исламская теология и академическое исламоведение. Осваивать программирование на практике студенты смогут, не выходя из стен вуза. Открыта новая лаборатория цифровых технологий. Набить руку можно будет на современных 3D-принтерах и сканерах. Тут же квадрокоптер и другая робототехника. Цифровые технологии у нас внедряются в Дагестане через первые инновации, через кванториумы, через технопарки. И в одной только школе у нас имеется. Поэтому, чтобы соответствующим образом студентов подготовить к будущей профессиональной деятельности, подобные лаборатории должны быть во всех, где есть подобные направления подготовки. Поэтому, зная вот это, что ожидает наш студент, мы решили, что у нас тоже должна быть такая лаборатория. Технологии будущего, профессиональный состав преподавателей и друзья-однокурсники. Что еще нужно студентам, чтобы усердно грызть гранит науки? Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. У футбольного клуба «Анжи» началась победная серия. Вслед за московским «Динамо» желто-зеленые накануне одолели клуб 2-го дивизиона «Чайка». Матч в Ростовской области прошел в рамках 1-16 Кубка России. Махачкалинцы открыли счет под занавес первого тайма усилиями Павла Долгова. Неудача не исламила хозяев поля. При поддержке своих 2-х тысяч зрителей «Чайка» сравняла счет. Отличился Хохлачев. Забить победный мяч Анжи сумел за 6 минут до конца встречи. Точным ударом после подачи углового отметился Джон Чансильер. Дагестанская команда вышла в 1-8 финала, где встретится с московским «Спартаком». Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.